Так, рассылаю пригласики, и мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, вы и вот праздновали хоть как-то. Мне довелось сегодня поиграть в пинбол. Об этом я, возможно, на разговорных стримах, которые я когда-нибудь запущу вместе с Эндрюсом. Мы об этом, конечно же, поговорим. Ну а сейчас, я думаю, пора приступить к дальнейшему прохождению Метро Эксидас. И у нас мы остановились, и у нас новая локация. Локация, по-моему, Каспий называется. Привет-привет, ребят. Кто заходит на стримчик. Вот, новая наша локация Каспий. Вот, там у нас нужно помочь какому-то, какой-то девушке на маяке. Вот, и выяснить, где находятся антенны, насколько я помню в последний раз. Вот, поэтому сейчас мы и продолжим. Кстати, заметьте, у нас поезд уже, мы мчимся по летней какой-то локации. То есть, вот у нас и Анна уже так под... Ну, жарко, видать, ей подразделась. Вот. Так что, я думаю, пора начинать. Вот. Пишите в комментах, если хотите, разговорные стримы. Я мистер Эдеша заставлю, и мы с ним организуем какой-нибудь такой разговорный стрим. Вот. Ну что, поехали. Кстати, скажу пару слов по поводу пинбола. На очередном километре пустыни за Авророй увязалась машина. Полковник принял решение остановиться и отправил нас с Дамиром на разведку. Когда я прятался от песчаной бури в полуразрушенном здании ресторана, на меня напал местный бандит. Завязалась потасовка, и мне пришлось его оглушить. Когда бедняга очнется, жуткая головная боль ему гарантирована. А еще я забрал его машину. Так что гостеприимство от его приятелей теперь ждать не приходится, кем бы они ни были. Я, мне кажется... Моя следующая цель маяк. Дамир заметил неподалеку от него какие-то антенны. Надеюсь, центр спутниковой связи с картами находится именно там. Мне кажется, не забирать машину, ну, никак было не ее. То есть, в любом случае, ее пришлось бы забрать. Поэтому тут как бы никак было нам просто поступить. Вот. Да, и наша основная задача, в общем, это, напомню, это нужно найти нам топливо, найти воду для Авроры. Иначе она дальше не сможет ехать. Ну, естественно, антенны. Так что будем сейчас искать. Поедем. На нашей буханочке. Будем путешествовать. Всем, ребят, привет, кто зашел на стрим. Будем путешествовать на нашей буханочке по локации Каспий. И, я думаю, у нас все получится. И сейчас налутаемся. Кстати, нашли отбойник. Клевая тема. Его бы затюнить, его бы ему, короче, дуло вот это вот удлиненное поставить. И он туда вообще будет просто клевая тема. Или отбойник он называется. Убойник, отбойник. Убойник, по-моему, да? Вот. То есть, его еще втюнить, чтобы он там по 5 патронов у него был. Вообще будет клевая штука. А, его же, по-моему, там еще и магазин можно сделать. Вообще супер. Как сайга будет, е-мое. Ну, чего. Давай, грузись, мой хороший. Кстати, ребят, пишите в комментариях, как отпраздновали 23 февраля. Если вы праздновали. И что вам подарили? Мне вот ничего не подарили. Жизнь болит, Лен. Но... Денег нет. Но вы держитесь. Блин, в этом пинболе еще, короче, вообще... Ну, все, никакие-то ерундовые, конечно, остаются. Но полная... Ну, не то, что... Сама организация-то нормальная. То есть, организовали игру-то, организатор молодец. Вот. Но чисто вот сама игра по себе... Ну, мне не понравилось так-то. То есть... Потому что, бывает, стреляют по тебе. Ты идешь с поднятой рукой, типа, ну, ты уже убит. И тебе просто всаживают еще, там, по ошибке, там, просто... Потому что люди на нервах, там, и они не думают, когда стреляют. Ну, если сейчас стреляют, потом думают. И вот мне сегодня в балду прилетело хэдшотом, ё-моё. Ну, было мало приятного, конечно. Я уже шел с поднятой рукой. Но это была самая последняя уже игра. Вот. А так, короче говоря... Первые игры, наверное, четыре. Я ни разу не сдох. И одну даже затащил, лично. В одиночку. То есть, там всех перебили, по-моему, наших. А, нет. Там оставался один наш и двое противников, короче. И надо было фишку утащить. Вот. Я думал, что я остался один. Я ее, короче, утащил. Еле ноги унес. И в маске это еще, короче, в ней... Вроде у нас с дырками, а дышать тяжеловато в ней все равно. То есть, ну, кислорода меньше поступает гораздо. Вот. Поэтому. Ну, в принципе, на любителя. Я, конечно, больше привержен все-таки лазертака. Потому что, ну, лазертак... Не то, что больно. Нет. Да пульта хер с ним. Мне вот сегодня в грудь так попадали. Я вообще даже не почувствовал, к слову. То есть, прям в грудину вообще раз пять, наверное, попали. И я не почувствовал. Да, вот в ногу там больно. В руку тоже. В голову неприятно. Ладно. Потом об этом еще поговорим. Поехали. Что у нас там? Я уж, если честно, не помню, где мы конкретно остановились. Ага. Так. Слева пустыня. Справа пустыня. Прямо пустыня. А, это были включены фары. Поехали. Так. Надо карту мне. Надо мне карту. Так. Там мы были. Там мы были. Давайте попробуем... О. А. Так. Давайте попробуем... Так. У нас что? Судя по всему, в бункер связи находится так. В бункер мы еще съездим. У нас вот знаки вопроса есть. Я думаю, нужно по знакам вопроса покататься. Вот которые вот... На... Получается на восточной части, в центральной части. И потом уже только к антеннам поедем. Так что... Давайте сейчас мы тогда развернемся. Кхм. Кстати, буханка так-то нормальная штука, проходимая. У нее такой подвесончик-то хороший. Кстати, Андрюк. Слышишь? Почему-то клипов твоих нет. Куда-то клипы делись. Да. Здоровей. Здорово. Что-то да. У вас много зашло. Гирос по скидке? А сегодня Гирос по скидке был? Реально? Да. Слушайка, пропали. Я не могу понять. Клевые такие были клипщики. они пропали куда они делись так все правильно мы едем по дороге дачу за два человека кто-то ушел кто-то ушел в предатель чем ведь когда праздновать то будем ой что только на любит у меня этот мою как телегу ведь когда праздновать то будем я мою время срать а мы не ели и о привет англ из я просто не я не помню кто ты это ты дим так начинается игра и начинается игра и деды и детвора и всю ночь и до утра или как там было это было в самом лучшем фильме по моему блин стана суши к я вот только что заходил хотел скинуть димону это вот дэс переславля хотел ему скинуть клип там в тему вот а раз а клипа нет я такой чё типа вообще клипов не было почему-то ни одного так а там какое-то ребят поселение так 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 давайте-ка в бинокль поглядим есть там кто пойдемте-ка зачистим к мы по старинке ножками снайперов не вижу дежурных не вижу вижу флаги ладушки пойдемте да чё ты как ты достал давай доставай тихоря и погнали разом на я думаю ставить не буду вот поэтому сейчас мы пойдем деликатненько поработаем ну надо деликатно пробовать сразу так ножи 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 давайте ножи сразу выберем а что-то никого нет ребят слушайте там чувак какой-то они работают как думаете глушить их стоит я думаю можно оглушить но не так подождите у нас есть что-нибудь без лазерного прицела чтобы понять они враги нам или нет чё давайте попробуем подойти к нему и они нас замочат ну сейчас валим вот как пахать надо ну чё давай подойдем или нет пускай лучше они нас не видят я думаю если мы так вот в наглую пройдем посерединке нас никто даже не запалит а вот там что-то стоит такое что-то с прожектором и она может нас пальнуть конкретно они работают работягивала устали они могут на нас конечно налететь в любой момент так пометочка у нас на карте так понятно но если этого черепуха значит нам скорее всего кранты если мы пропали банки барон дает нам силу священного пламени но понятно очередные фанатики ладушки ладушки пойдемте посмотрим что у нас внутри Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тихо. Ти кто, Мирза? Тихо-тихо. Не знал тебя совсем. Тихо. Ты нас проверял, пришёл, да? Эээ, как волыну убрать? От барон пришёл, слышка, да? Прости, Мирза, я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин всё знал. так они значит не опасны то есть смотрите мы в них не стреляем они нас не трогают отлично даже не думают что нас прислал тот самый хозяин давайте пойдем дальше я думаю ничего не сделают если пошаримся то есть мужики короче нам ничего не сделать видать это просто рабы может какие-то узбек охранник ну кстати узбек он такой видишь он нам ничего не сделал как бы так что я думаю нет смысла вообще его пальцем даже трогать зачем мужика он нам ничего не сделал мы же не и сволочь последний к тому же я думаю надо как-то тоже по-хорошему нам закончить тоже и эту локацию как у нас получилось с волгой но правда я не знаю возможно ли это здесь конечно я бы хотел чтобы у нас получилось священное пламя ты велик это рабы понятно так они молятся видать короче ребят наверно знаете в чем дело тут дело все в том что он наверно какой-нибудь нефтяной магнат или просто знает вот как нефть добыть и как вот он что она горит и вот типа огонь у него тут у них там было написано как как у них там девисты был чуть связано с огнем там вот я думаю это за есть взаимосвязь между этим он как бы управляет этими всеми нефтяными так сказать мухи летают у вас что-то упала мухи на теле кукусики так тут они живут наверно здорово мужики привет ты не выше агрится на мне как я не страшненькие тихо 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 она на я так сделаю так тук 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 исчез и появлюсь здесь об так но я пошарю конечно 4 путь добряка стырить все что ли криво лежит это мой ребят еще периодически буду это колу пить потому что спать хочу я еще не спал я с ночной смены не спал вот немножко уставший поэтому чтобы не заснуть хотя бы так а пнв давайте в пнв включим главное не то о дневник так и вот он перед отпытием говорит последи за грузом в 406 контейнере там особая поставка сам знаешь для кого отвечаешь головой головой а мне что теперь делать вечером вся связь пропала из погоды какая-то чертовщина сделать сделалась ветер с севера задул ласты заворачиваются в жизни в этой луже таких волн не видел раскачала на так что часть контейнеров сорвалась воду 406 тоже и двое ребят с ними а я тут причем что мне было его руками держать я координаты записал все что мог считать сделать с ним этот груз так дар пустой пускай пустится надо стоит так какой-то контейнер нет твой стайл это путь добряка трое убитых 2 2 3 на ноги и так далее я добрый я хороший ну подумаешь там троих завалил ну что сделать там не получилось по-другому да так смотрите какой-то груз то есть наверно можно наверно его достать а это уверен что он у меня покарает какое священное по двое станут так-то нехорошо бы идти вот в какой-то святилище если он говорит что покарает там но мы аккуратно очень аккуратно чтобы нас никто не покарал или мы покараем сами хозяин тебя получит но посмотрим пускай получит ее мое мы так там из москвы мы москвичи мы из москвы без обид ребят кто из москвы если будет смотреть существенно разговаривает про великий воин и так далее тому подобное так то ничего нету нам надо все всякие ресурсы тут как как помыть и ну рабы и жалко мне этих бедолаг конечно но ресурсы нам тоже нужны так сейчас залезем наверх посмотрим что там а как слепит погнали так кого-то гасит надо его спасти так тихо отдыхай блин запалили давайте перезапуск 10 минут назад а вот закройте пасынчик по вот блин чуть-чуть не уложились по времени я почти успел он повернулся не вовремя но по ходу забрались в углу в стриме регион бьет чатик ансабов до человек с них брать ансабов так-то ладно ребят когда-нибудь если у меня появится платная подписка все кто сейчас смотрит этот стрим вы короче этот за скрин штатки я вас потом сделаю сабами вот всех так все погнали снова чувачка спасать нет 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 тут был чемодан его сейчас шарим и идем вот он надо его спасти да слушай посмотрел из идущий к черту блин это триндец кэш у меня просто так жопа горит по этому поводу такие ублюдки просто кончены так сначала этого гуши потом вот это так чок живой до живой отлично забираемся модификации я сейчас еще выскажусь по этому фильму чуть-чуть папажа чуть-чуть сейчас мы с этими ребятами разберемся здесь мне кажется это как он короче какой-то точнее держит рабов короче вот типа они все на него работают а нам предстоит освободить этот народ и что по организовать революцию как сделал вадим или щелень тихо-тихо конечно можно вот так отдохни братишка так получится у нас интересно да и ухвощи они у нас у меня больше часа путь добряка поебал на я тебя порву жопу разорву это супер рэп я его пою надо вот этих ребят нам как-то вырубить аккуратненько очень то есть да реально какие-то бандюганы держит короче в рабстве и вот скорее всего тот чувак с огнем типа там он наверно не главный просто бандюган ну че можно его уши да щас успели видали хороший поступок нам засчиталось то есть капнула вот это вот капелька типа офигеть я вот этот эту капельку вижу второй раз за всю игру может я пошел за не замечал но мне кажется мы освободили ребят то есть мы им даже помогли заметьте мы никого не убили то есть это уже мы идем по хорошему пути так сказать так тут все модификации забрал так его шапка так нужно тихо пока не шелестеть особо да и поищу ситуацию просто вдруг тут еще у них остался и будет не как-то не хорошо если мы сейчас такие начнем у дать а потом ой здрасте я ваша тетя так ну вроде никого нету есть радиостанция так это уже что-то интересное так 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 там мост какой-то давайте пошли волы нам соберем все что на ней есть так и рация новая заметка так этим письмом я арсен мустафин говорю тебе подонок который назвал себя бароном что теперь вождь моего народа я они посажены тобой предатель и передает всего народа свободного каньона что мы тебя не не будем больше бояться и подчиняться своим людям тоже больше не хотим хватит нас когда нас угоняют как скотт забирают в рабство нашим молодым и сильным так наших молодых и сильных мужчин и женщин мы терпеть этого не будем больше мы все уже возьмем и твоих собак погоним и убьем всех теперь ты бойся нас потому что вы все а все мы за свободу теперь и все умрем за свою свободу если надо и свое священное пламя нам не надо совсем и ай твое убирайся из нашего дома а мы никогда а мы никогда в твое в твой не лезли а сын мустафин президент всех свободных людей свободного каньона короче помните нам крест рассказывал что типа людей подают короче вот как раз на восток а по участнику на юг на юг людей продают чисто как рабов и вот мы получается попали в эти места о которых он говорит а гатлинг заберемся с него господи кто там так ребят секундочку секундочку сейчас момент ребят прошу прощения с работы звонили смотрите вот и модификация отлично сейчас мы отбойник по модифицируем так то есть теперь у нас можно будет сделать патронов то побольше да так отбойничек во и бой ладно андрей извини это тебе не нравится я знаю а так обычно говорю типа когда круто так перезаряжаем в осталось только дуло найти удлиненная так и думаешь с моих полезем данного чем не нравится то все те не нравится хулиган так то есть по сути дела можно было и так залезть до в прошлый раз ты до нее докопался у какая-то штука ребят не знаю что это но возьмем так пмв кстати штука клевая верстак это прекрасно ой так то есть мы сейчас можем на верстачке замутить зарядим так надо снять я думаю пока пмв включаем лампочку и поехали нужно сейчас почистить нам оружие потому что у нас отбойник немножко по и старать так скажем измазал все маленько так пусть максимум максимум во дробовиков надо потом подарок по точнее потом для дробовика взять так баночки баночки сделаем отвлекают они прекрасно внимание чистим ствол ой как хорошо прекрасно так дуло к сожалению у нас пока одно прицел я думаю оставим вот такой это уже мы сделали так и это у нас какой красный лазер да я думаю красный лазер так мы и оставим чем у нас потихаре очистим ничего больше не добавилось да да ничего больше не добавилось и калаш тоже почистить надо ну и пока у него все по моему у нас топ а так давайте по броне побежимся укрепленный шлем так это вот на патроны что такое детектора движения этот прибор при помощи разнообразных детекторов и сложных алгоритмов обработки идентифицируют движущихся противников однако требуют практики для эффективного использования в бою типа датчика сердцебиения установим заценим все отлично а так надо еще наверное модификации для вентиля прекрасно и бинокль а в него можно поглядеть нельзя жалко очень жалко ладушки ладушки чем тут еще есть интересно у нас вон кстати наша буханочка горит фары и отсюда видно блин ну конечно наверно днем здесь видок конечно еще красивее открывается так ладушки давайте посмотрим что у нас здесь так ребят всем привет у нас он заходит смотрю нас 12 человек давайте топ поднимем в топ youtube все выйдем и вы будете просто красавчики а я я просто молодец буду а на самом деле это вы молодцы и при этом не сосете концы как бы сказал паша техник вот так я хочу спуститься к тому чуваку и с ним пообщаться потому что возможно он нам сейчас чуть поведает главное пока мы идем в топ не выйти в окно это да тут в нашей жизни все возможно у нас на карте отметилась ни хрена не отметил что здесь есть верстак а ну правильно поспать то здесь нельзя поэтому не отметилась так вот тут еще чемоданы вот еще один чемодан пропустили огонь огонь удачно конечно мы зашли в эту баржу пойдемте пообщаемся с тем мужичком если нельзя поспать значит можно посрать о пить и движение сработал датчик движения так пойдем он наверно там уже оправился и братишка так давайте-ка фонарик выключим и посмотрим на датчик движения у наверно еще на охранника показывает нам так две цели а то есть это наверно внизу который там бойцы стоят да наверно он их показывает вот одного из них он показывает прекрасно датчик движения классная штука оставим пожалуй очень удобно вы свободны парни я их перебил мы как слепить можно ее выключить то есть у них бухан эти газоны прям на ходу видать так ладно ладно а ха 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 х Пойдемте на нашу буханочку. Буханочка, вези меня домой. Так, давайте посмотрим, куда нам ехать дальше. Угу. Так, я хотел направо свернуть. Вот давайте сейчас туда проедем и где-нибудь попробуем свернуть направо. Я думаю, может быть, выключить так лучше видно, по-моему. Это, кстати, парадокс порой. Во многих играх реально фары выключаешь и ехать гораздо проще. Так, мы едем по каньону, да? И приближаемся, я вон, смотри, к маяку. Да я думаю, мы в любом случае бы ей помогали. Так, а мы тут не проедем? Наверное, не проедем, да? Ау. Так, что это мы-то понашли. Чью-то ночлежку. Причем с растяжечкой. Какая классика. Ловушка для дебилов. Все, обезвредили. Так, что у нас тут? Ресурсики, ресурсики, ресурсики. Это все прекрасно. И все, да? Больше ничего. Ну да, ловушка для дебилов, точно. Просто контрастность монитора после работы бикселей при показе черного цвета, поэтому в играх может быть проще без фар. Ну, значит, ловушка для меня. Андрей, за тобой уже выехал аварийная служба. А к ладошке, а к ладошке пой. Значит, мы сейчас так не проскочим. Ну, поехали по дороге тогда. Че, у нас больше ничего не остается. Мне, конечно, руль нравится. Может, на Марк такой поставить? Ну, классно. Прям, посмотри, какая модификация какая. Прям удобно. Прям двумя, видишь, как за один круг держишься и за вторую бубуху. Так, тут че-нибудь должно быть. Ну, должно быть. Ну, давай. Ничего здесь нет, да? Ну, блин. Ладно, поехали дальше. Ну, давайте че, поехали на маяк, получается, нам надо. А так, поможем отбиться той девчонке. Это, кстати, наверное, та девушка, которая была в трейлере. Инфосотка. Так, тихо. Заглушим фары. Зверолюди, ребят. И там флаг спарты, по-моему, если не ошибаюсь. Так, можно бинокль тут у нас достать? А, бинокль нельзя, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Так, давайте оставим буханку здесь. Тихонечко зверолюдей обойдем. И пойдем вот в это вот местечко. Отбивается, да? На маяке. Давайте сейчас изучим, и мы обязательно к ней пойдем. Вешки, кстати. А, типа, зачем? Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Зверолюди, я смотрю, вон там вообще, мама, не горей. Сколько? но нам главное их не не привлекать их внимание и все будет прекрасно баночка так опять ловушка для дебилов опа какая-то модификация ребят можем поспать кстати но я бы не стал бы спать вот в такой вот какой-то ночлежки среди он тут вот тех граждан моего нах так чуть такое какая-то тоже хреновина и вон там что-то есть отлично мы пометили вон еще не помечает да ладно так ну то есть это типа у нас тут наш лишка прекрасно ой давай вылезай так давайте пойдем сначала изучим что у нас там и потом будем заниматься основными квестами так евро эмо омега луги на чё не столько ушек по напротив меня поставить для меня поставили андрей не знаю может быть ты тут хулиганишь вот они и это такие ну его нахуй этого андрея блять он только от него одни проблемы тогда тихо обойдем как-то блядь к наебет что такое наебет типа блять землетрясения что ли ебашит так тихо тихо давайте не будем его палить точнее чтобы у нас как прицела не хватает вот кошерного тихо 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 поворачивайся успокоили я думаю этих ребят можно особо не этот не жалеть потому что они явно уже давно не люди а вот тут что-то у нас есть то что он ведь и знак какой-то висит значит тут кто-то либо обитал либо 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 я не знаю так на борже скорее всего ничего нет потому что я вот сколько раз замечал реально на них нихрена нету а вот здесь могут быть спокойно враги те самые бандюганы потому что эти фары горят клетка кстати клетка значит все таки я был прав по поводу именно рабов и это гребаные ублюдки водочку пьют и записка отлично скажи ко мне иван что за хрен такой от новый вождь лохматых так лохматых с каньона почему он мне тут дерзкие маля вышли типа бунтовать против нашей власти решил где он такой борзы взялся и почему я не впервые слышу только сейчас когда ситуация уже близка к выходу из-под контроля вы там я смотрю вообще расслабились мышей ловить перестали вышедшие из-под контроля ситуация это попрочен товар и убытки мои убытки двигай туда и сделать так чтобы все тихо мирно вернулась нормально русу поэтому если не вернется отвечать и компенсировать мне потери будешь ты своего кармана это твой прокол так что все справедливо и да чем бы ты там чем бы там не кончилось можешь частично загладить свою вину привести мне этого народного трибуна живьем интересно посмотреть короче какая-то оппозиция бандюганов решила его видать скинуть то есть вот такая ситуация ситуация ну что ж давайте посмотрим тут попу 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 ходит свендер тихо 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 ходит свендер раз-два застрелю тебя да ну а чё тут их так не хлопнешь будет у них мучеником а вот если за нас топить начнет уж совсем другая история всем лохматом правильный пример понял ну да чисто барон реально голова сейчас наверно он упадет за ним тихо все можно уложить отдыхай райдер посекали уж конечно я уже здесь собака придется уложить и счет собака пропалила так перезапуск так собак значит надо придется убирать как-то по-другому если можно было бы их не трогать я бы их не трогал но это просто не получится да нету никого ну давайте же убираем сразу быстрее работаем как он интересно лег решил отдохнуть погреться это у него наверно этот автозагар волны кстати другая уже николаш ловит снов забрали так ладно пойдем аккуратненько сейчас попробуем их с ножа снять удачно а не они раба видать какого-то загоняли они наверное тут какой-то у них может быть был как типа племени вот и эти пришли их наверно разграбить либо в рабство конечно же угнать замке 척 чечечечен под куда не меня видит ну че, бля, будешь лезать? не буду, не буду, хорошо, очень хорошо щас нажай его ну сиди, сиди, потом хуже будет так полчаса глушить отдыхай, как мы его красиво с ноги прям за меня боялся не надо зацепляйся, солнце голова напечет и еще сильней дурак будет ха-ха, отсылочка, отсылочка так, надо последнее вот это выстегнуть и я думаю, все у нас получится если что, мы его сейчас прям с этого снимем стихаря так, 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 давай, 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 давай опа отдыхаем еще собака двуногий приехал, готовься еще собака двуногий приехал, готовься так, понятно снял ух ты, откуда ты? как мы ему засадили так, новый ствол или нет ой-ой-ой слушай, чувак, может ты сдашься? или не сдашься? а где собака? вон она, вон она, бежит, бежит, бежит ой-ой-ой завалили о-о-о ребят, новый ствол отлично потом заценим пока оставим калаш ой-ой-блин последний где-то остался вон он так, надо побыстрому его втюнить я случайно все модификации снял автомат скоро был так 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 кто сдается? то есть мы взяли волыну я сдаюсь не стреляй а, пойдемте его успокоим аккуратненько ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау не стреляй я тебя понял я тебя понял но успокоить мне тебе все равно придется от греха подальше так, модификации я снял отлично так калаш вечен одна пуля минус печень парень не сдался день не задался рифм очки пошли коробка все кажется чувачку помогли сейчас у нас может быть от благодарит как-то может быть даст тут какой-нибудь но мы их спасли это хорошо кто красава мы красава я думаю сейчас мы все а он лишь смотри не он лестницу спустил то есть может быть к нему залезть туда пещеру возможно сейчас мы как-то историю раскроется у нас в этом плане то есть нам они расскажут почти что тут происходит по точнее вот поэтому сейчас мы все узнаем отличная вещь так так тут все облутано ладно а вот здесь чего у нас здесь тоже вход в пещеру что же пойдемте собери автомат короба да пока рано у нас калаш сейчас гораздо тихо 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 успокоили иначе нам бы нам не дала подойти вот так блин вовремя сейчас бы нас аж просто этот как его сейчас бы нас отравили и мы бы умерли андрей соберем я думаю увидим верстак и мы его обязательно соберем либо у таташника посмотрим к тому же он может быть часом это тоже модификации на него сделает и мы его вообще в тюнем нормально походим с ним немного я конечно больше калаш люблю вот но посмотрим если он будет гораздо лучше калаша почему бы и нет так ну что полезли познакомимся чего он же только что был живой ты меня спас тебе спасибо но я уже мертвый человек мне незачем жить я привел свой народ к смерти они все поверили что мы можем победить я решил драться не терпеть разве неправильно я решил но теперь все мертвы и это я проиграл не они но умерли они а я живой остался и это тоже моя вина мне теперь стыдно будет жить не смогут то тоже должен быть с ними это на то чувак который хотел их всех спасти типа революцию организовать блин печально ребят очень печально чувак надо было дальше бороться но хотя и он винит видать себя так какая-то новая модификация мы уже модификации собрали за последний момент очень много кстати мы нашли во первых новое место где можно поспать а почему-то она только вот не отображается не знаю почему давай посмотрим на верстаке по моему можно поменять помним любим и города до 5 к она всякие понять нельзя да ну давай почистим потом утру кто-то шнеку сходим пообщаемся с ним в этом плане нас на упа тяжелый приклад отрезок трубы за информация значительно повышает стабильность оружия not bad прям not bad not bad присыл только начну не не надо мне начну и оставляем этот нахрен так это тоже все оставляем давайте посмотрим что у нас за модификация бронестекло данная конструкция лицевой маски делают окуляры гораздо устойчивее повреждением и разбить их останутся гораздо сложнее нет я думаю ставим броню у именно укрепленный шлем чтобы нас было сложнее убить так от шутку фонарь повышенной яркости замена лампы на калию на другую газа разрядную металлогалогенную лампу главное преимущество мощный луч света главный недостаток высокое потребление энергии а это вашу контроль зарядка аккумуляторов так электронная схема составит заряное устройство предназначено для управления процессом заряда аккумулятора повышает эффективность процесса зарядки увеличивают долговечность батарей давайте попробуем принципе почему мы и нет у нас почему-то датчик движения кстати показывает он типа живой короче прикол он он застрелился а датчик движения типа считает что он живым короче специально наверное свою смерть такое как бы спровоцировал что не по умер а потом раз я пришел и организуют снова революцию понятно ладно мы тут в общем нашли фонарик да кстати он мощнее прыжок давай давай а тут нам никогда надо вон там ну пойдем по верху на датчик то шарит он опять его палит ну понятно ну хулиган ну хулиган ладно пойдемте вот компот так это мы локацию небольшую изучили что очень хорошо а тут куда мы интересно выйдем а то есть тут чисто просто спуститься да ну и все распускаемся о а мы можно не покататься он типа на ходу эх нельзя обида так кстати напоминает из battlefield 1 очень сильно такой прям они там в турции там есть по моему локация очень напоминает прям вот как поле боя такое посмотрим что у нас там так какие-то контейнера там вот тоже какая-то . у них тоже что-то какие-то херня он там от и антенна нам нужно наверно все таки на маяк так об пометочка пометочка сделали пометочку прекрасно такс 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 давайте вернемся к буханке буханка вон там в нашу конфет баранки буханка буханка на колесиках опять все змея блять я тебе пошепчу шептит она шептуна пустила есть ты шептуху пускаешь я тебе пущу шептуху фу он так вздохнул фу типа фу да ну не похоже со 4 бомбы хрен знает на какая плотина просто рванула вот и все и из-за этого все проблемы опять слышишь копки слышите хрупки то есть да так ладушки движение буханка и было в буханке и туда друге плядь у к нам гости пошли вон отсюда так дел где буханка в буханку и задавим их прыгай артемыч прыгай давить их ублюдков заяц а че они убежали но я так не играю и их поехали так нам надо вот туда куда-то их поехали о а мы кстати здесь по мне были да ой ты что-то против имеешь гребан о здрасте здрасте ты к нам давай давай он зацепил твою мать за выдв вставай артемыч вставай опять в текстурки попали бывает так понятно как рука наебит и и шришпер а его завалили прикол ну и ладно короче это бандюганы да сейчас они будут по нам шмалять понятно хатша добил где-то эти звера люди ревут фига у них прикольный квадроцикл кстати такой прям будь здоров опять таки много блин так тут вроде что-то было книга а где еще один боец вижу паду отдыхай и ты ведь это откуда прибежали вот спадите боже моя вот все то им надо да еще добил короче если мы днем попадая в передрягу нам налиток нам налетают все кто-то не попадя это хреново еще идут да вы прикалываетесь хорош куда не я не хочу на них даже потом тратить пошли нахер если конечно они сейчас подойдут я конечно всажу им ничего не понимают эти идиоты ну давай успокоили понятно это кстати вентиль был так а тут у них что было тут ничего да это кстати боится идти и чемоданчик столько смешных моментов да режь режь даже интересно так какие-то вышки не тут посооружали тоже у него какая-то винтовочка а так это был этот как ублюдок модифицирован еще а можно на этом всех отняли я ну и ладно так хорошо здесь мы зачистили так поехали вниз достал клип режь это да в адоп премьере в каком теле на твиче посмотрим так это у нас штука никак не отобразилась я хочу поехать дальше а где кстати у нас буханочка вон там она а вот на тот знак вопроса съездить так что идем за буханкой и поедем пока поделаем квесты сторонние вот и после того как их поделаем уже будем заниматься основными заданиями отдохни отдохни артемыч устал устал бедолага а если усну не поминайте лихом блин держись братуха я тоже на самом деле тяжело мне но я стримлю сижу уже какие третий сутки народ пошли не спашни не третий вторые вторые да все правильно мы едем поехали там какой-то постройку кстати ребят смотрите здорово ему кажется змею при и и моя локация опять просто огроменнейшим просто здоровая как мама родная никого не вижу а где радио халуй о пометочка прекрасно прекрасно вот мы к этому месту подходим который мы видели и вот и вода кстати ребят но чё то она какая-то какая-то белый какой-то осадок чего а можно как-то безопасно спуститься вроде можно вот там удаст их съездить так поехали то там буханки буханку вставлять не будем пешком тут путешествовать по пустыне вообще будет ником книга мильфо на буханке хоть побыстрее получается так поехали сейчас мы на буханочке спустимся получается да подъедем туда ну и посмотрим там еще какая-то штука давайте отметим биноклем сколько всяких осталов каких-то прям белый осадок это соль спайсы соли миксы ой прыгай дави их чё ты там кирпичом хочешь на тебе кирпич кирпичом они тут кидаться собрались вот сейчас вот здесь едем а к воде можно подойти такое ощущение как это снег или лед а вот кстати видите это типа вода такая ну типа попали нефтепродукты переливается так ну и наверно пиздец вообще нефтяга наху вся вылилась так и почему то опять никого нету ладно никого нету то в принципе нам не страшно нам даже так лучше в какой-то степени но только вот что здесь что здесь такое я вот понять не могу пока что какие-то мотачки лежат какой-то то ли блокпост то ли какой-то аванпост не знаю давай повыше поднимемся чё там у нас по трубам что ли идти походу да нет потом нам вроде тут не надо будет идти я надеюсь зато тут есть чемоданчики с лутом почему то вообще немало нормально сойдет так отсюда прекрасный вид открываются тут мы только почему знак вопроса не убирается что за бак опять я не понимаю просто там какая-то база причем не маленькая так еще мы отметили там какой-то то ли аэродром был то ли чё какая-то вышка очень интересная еще что-то пометили я так и не понял что он пометил но что-то пометил у нас была какая-то тактика и мы ее придерживались бою ты куда бою куда бою ребят всем спасибо что смотрите на стриме 20 человек нонсенс так а вот там где-то у нас наверно аврора там вот лагерь вот тут по моему да 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 мы вот оттуда и приехали ладу ладно чё спускаемся тогда пошли дальше и смотреть не знаю почему знак вопроса не пропадает тип не все бутали что ли или никого нету здесь не могу понять пофиг 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 разберемся по ситуации то есть знак вопрос не пропадает почему не знаю так и я хотел поехать так хотел я поехать в другую сторону сейчас знаков опроса сколько открывалась я мое так давайте изменим немножко нашу стратегию все-таки поедем тогда на квестовое задание потому что она ближе всех вот и потом по знакам вопросам по всем еще раз пробежимся потому что ну тут получается выгоднее нам на самом деле на квестовое лучше сходить ничего буханочка поехали наша подруга я бы ее кстати с собой взял на стриме столько народу что мы уже старых с не влезем ничего очень с тобой придумаем старых с не влезем марк еще у нас есть не забывай ничего не туда что по карте у нас может быть там есть заезд ау поскочили да данного здесь как-то можно проехать к маяку по попу 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 он где то там далеко остался так и связи твак неспроста мне кажется хотя хуй его знает а поехали дальше нас к на юбит это новый хит пусом бьет пульсом бьет бит как всегда андрей почему ты не музыкант сейчас бы писал бы какое-нибудь говно которое кто-нибудь слушал а ворота и понятно приехали выходи пойдем искать обходной путь и открывать ворота да походу хрен тут чего получится обходного пути нет понятно разворачиваемся да разворачивайся потому что я жопа ленивая жирно не могу в дверь прийти да можешь ты все если ты в дверь не мог войти бы ты бы не учился в шараге а ты учишься в шараге ты элита элитный боец динь так смотрите там это на воде так интересно типа как падает вот там рыба какая-то скачет от нашего вот этого побрякушки нашей едем едем в соседнее село на дискотеку едем едем че та 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 там в метро на живодерню ай да сейчас так к деньгам или пиздулям ребята к чему лучше пишите в комментах надо возвращаться к майку ау едем едем соседней село за тебя колы мадам душу дьяволу продам радио здесь этого не хватает конечно едем всего на дискотеку а бомба взорвалась а сел что-то там послушаю я не могу короче читать одновременно чатик рулись это сложно а куда звук газа делся ребят короче она сейчас просто скрипит а я воде газ нажимаю а они такого типа все кранта движку о все всем слушать барон говорит вы мля бараны драны одну спару поймать не можете а ту мля целой бригадой она там уже дюжину пацанов завалила значит ну так если будете и дальше с раками думать она всех положит и на вышку заявится знаете какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают но так если вы и дальше будете в том же духе выступать они на нее и молиться начнут короче мне реально покер как вы ее возьмете хоть весь остров сожгите но если без нее вернетесь я из вас всех баб сделаю поняли чипит бля всем отбой барон сказал так дальше пойдем на своих я думаю здесь вход он типа закрыт то есть типа на нем можно будет все таки ездить да но очень похоже кстати ну типа у нас ключа нету джи ти джи ти джи ти джи ти так ой шо это было поехали ну кажется все все откинулся забираем ему тоже не надо какие-то лохи вообще да вы ебывались блять идиоты говорила вам мама со спичками нельзя играть ну нельзя успокоили его душу противне боеприпасики боеприпасики да она их тут вообще кошмарит будь здоров точнее как не то что она бы их кошмарит а они сами аутисты какая-то записка чё там за записка ты за эту шкуру гюль интересовался что я знаю что кто такая где взялась не знаю что тебе до нее но как сына у меня есть что про нее про нее сказать и даже много местные в самом начале еще попробовали с нами воевать ну понятно без толку потому что барон сразу просек что теперь у кого стволов больше тот и прав но и намутил себе больше всех ну и потом уже как сильнейший подмял все бригады поменьше один на один никто уже залупаться не рисковал объединиться у них не выходило никак не могли добазариться кто по ханом будет лохмот так лохматые что без колес по норам по норам сидели надеялись что он сам куда-то уедет а а он никуда ехать и не собирался а стал порядок тут наводить но тут уже местные рыпнулись было но куда там их как котят раскидали тогда они партизанить начали много лет по ночам всякое бывало проехали мужики на поехали мужики на патруль только за бархан скрылись стрельба мы туда машины раскручены бойцы все мертвые кто где как откуда ищи свищи в горах много пряталась те лохматые что под бароном остались по них сказки сочиняли песни пели подкармливали ли их там потихоньку тогда я про эту ведьму гюли услышал она соплюха еще была но уже тогда жестоко отверг каких мало кто к ним руки попадал никакой пощады понятное дело очень это лохматым нравилось му девчонка совсем а наших вон как режет но они про нее сказки сочинять начали ну барон то не дурак знает что с такими делать стали мы заложников брать по 10 лохматых за одного нашего казнил это по 10 лохматых за одного нашего казнил решил в этом поселке дикарям помогают спалить поселок лохматый что знает живым не уйдет а перед тем все нам расскажет ну ты сам знаешь какое как она делается скоро бы уже и бы их больше у него и на на скоро был уже их больше нас боялись а уже их больше нас боялись заметил охматого с кем-то с гора всю семью его под нож сразу доложил раб хозяину о том что видел подозрительного человека вот тебе тройная пайка и от барона благодарочка начали нам этих уродов сдавать без счета да мы и сами тогда уже научились их отлавливать по уму и так за годик и за годик и так годик за годиком один за другим всех по вылавливали сучка это гюль из них пожалуй вообще последняя осталась барона и и как поймает на всю бригаду выставить выставиться зуб даю ты главное только при нем не ляпни что она мол ведьма и ей колдовство от нас уходить помогает он такого не любит раз при мне до смерти то есть у дурака получил чтобы лохматчий сказки не пересказывал еще при говорю это вы дебилы косороки поймать не можете эту вот херню такую несете вот и все что сам знаю но где родилась кто родители мы так и не нашли тогда а хорошо искали мамка тебе там ништяков передала так колбасу я порезал чтобы все по понятиям барону если интересоваться будет от меня всегда уважуха благодарочка но мужикам всем кого знаю жму краба краба пацаны вообще какая-то я не знаю нквд какая-то блять гюлит и уахматые врабы блять или кукуз клан не не кукуз клан и все-таки ой баночку заберу какая хорошая ловушка ловушка забираем капец она тут нормально так засела молодец уважуха какого хера вы тут торчит идем нашим поможем наверху нам все расхажено ловушь вообще убрать эта швара бесит на кедру сам живет еще не пацанов и хватит сука это конечно да вижу точно но задрало уже шарить по углам пропалили ладно папа шуши пошуршим маленько нет оп мужики отдыхайте не получилось не фартануло шоколад ни в чем не виноват пацан к успеху шел а растяжка для дураков андрей что тут почему-то тебя ждут я не могу понять ладно то шутками забить стримля пошутил они типа ко мне сбежались траницу и ну-ка тихо уложил тихо тихо ти-хо 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 радостью с ней птички уснули в саду кто там хотел эту как ее колыбельную ребят какой там помог димон дим ты хотел колыбельно забираем 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 перезаряжаем были я забыл можно же разрывными использовать вместо этих вот эти просто против этих ублюдков потихонечку пошли через нет ничего не здесь нет бутылку взял и журды хлопнул 100 грамм метила и ты красавчик ё-моё хрена нее штурму это будет здоров так пацаны давайте попробуем сейчас разрывные боеприпасики посмотрим как они будут гасить наших друзей горе прикольно когда они так горят путь добряка вот он путь истинного добряка а а а а а чапит будем эшкири какая боевая женщина и сюда иди да и я тебя понял сейчас подойду моя хорошая у меня тут немножко проблемы с боеприпасами но я сейчас перезаряжу и все будет прекрасно а еще надо качнуть этот винтовка давление создам чтобы было все прекрасно давай теперь этих дураков утать потому что мы их сокость тут перебили и барахла сник должно выводиться тоже мама не гори тоже чемодан вот тут кстати хорошо вот что достаточно но потому что мы видать играем не на дна не на такой большой сложности да ё-моё нет взять а тут получается снять модификацию я не знаю что там что-то и полезно он говорит сука мазафака сука мазафак вот так фак мазафак кстати от антенна ребят и еще он 1 так тому тоже с эти трупач какой-то лежит тоже возьмем у него все что не нужно ему уже мужики давайте встаем вам чё героина шаль принести это гречка для вас это гречка для нас это гречка для всей планеты не добивать его точно не буду на нашу роли обгоревали бедолаги чего ребята не знают казахский или татарский какой-нибудь она все пойдемте к этой гражданке да да открывай двери давай лифт это прекрасно а где лифты ну и чё как тут как это а вот ту ёпаный вот я думал сейчас тот маленький в тот маленький люк полезем о как видали как у них четко продумано добрый поступок нам засчиталось не знаю почему но может нашему ее спасли типа вместе с ними крибли корабли бумс какая воинственная тетя проходи кто убил мунай бай мой друг хуянуть у него какие-то штуки он мунай байлер народ гюль весь в кун в рабы превратил меня так же хотел лучше смерть слышу хорошо ваш человек помог мне гель в долгу но зачем вы здесь пять лет никто не приходил один мунай байлер гюльнара что вы знаете об антеннах возле вашего маяка раньше до война центр связи был мама работала офицер связи раньше брошен давно был там после война искал следы мама ничего не нашел хорошо я помогу артем надо найти архив он должен быть где-то рядом с командным центром ищи снимки за послевоенный период только свежие кода с 2013 да мир скоро будет там можешь на него рассчитывать конец связи прикольно если ты сейчас надо пока новый мунай собака не приехал я тебя понял давайте да давайте все почистим все приведем в порядок я не знаю что нас там ждет поэтому боеприпасы фонарики зачем мы зарядим так это дачу движения в принципе нам наверно ну давай дачу оставим а боеприпас надо сделать вот еще чем я совсем забыл так боеприпасы а у нас все максим клево либо не стекло сделать давайте оставим защиту пофигу если чё справимся ну неплохо она тут обустроить смотрите какой сервис тут вон ванна есть а еще не таблетки есть которым я спиздил ну теперь у нее конечно же теперь нету вон как вообще кошер она живет а есть открытка смотрите это та самая открытка я хочу ее забрать она была в первую часть между прочим да да поехали скорей тогда торопись да торопись да печки ли до война красиво был море был пять лет мне был мама молодой был живой был теперь пустыня звери в уроды превращал люди в звери превращал народ гюль в звери превращал да красиво конечно красивый вид в плане высоко нефтяной собака превращал море уходил нефть оставался на шельфе видать старик умирал молодой оставался собак нефтяной слушал собака говорил он бог огня теперь молодой поверил это наверно про нашего нет война кончался мама умирала гюль один оставался но она знает русский язык это уже неплохо хоть как то ломаный но все таки знает ну что гюль давай веди мы за тобой щас там какой-нибудь пиздец будет стопудово пауканы какие-нибудь блять какая-нибудь хуета инфо сотка лазер кстати у нее зеленый хэ правильно эх 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 все пойдем один я сюда ходил один знаю как дверь открывать вниз не ходил вниз пауки пауки я угадал черт возьми вот пауканы это супер хреново но сейчас фонарь помощнее кстати ну чё давайте поджарим этих ублюдков ненавижу ненавижу их оооооа паучки и надо сразу выбирать дробу нету нету нет вот эту так и жигу эээ жигуль ух ты так напоминает D6 опять пауками пауками пока не пахнет по inom пауками пауками пока они пахнут в принципе А вот я их уже слышу. Чёртовы твари. Я полагаю, нам-то сюда. Смотрите, сейчас стопудово какой-нибудь паукан выскочит. Инфосотка. Или не выскочит. Давайте запитаем. Да я понял тебя, Гюль, понял. Оп, оп, оп. Сейчас будет электричество, а мы же электрики. Мы в метро ко всему готовы. А туда можно сходить? Да. Чемодан. Ну я думаю, сюда мы сейчас еще вернемся. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Налево, да, нам? Ага. Ну погнали. Хуя там, какой он интересный. А где рычаг? Вот вижу. Живым бы вернуться от этих пауков и ублюдков. Я их ненавижу еще со второй частью. Здрасте, здрасте. Начинается. О, старые друзья. Давай, давай, давай. А-а-а, мне нравится, да? А мне нравится. Во как, во как. Горите, ублюдки, в аду ненавижу. А, они закапываются. То есть, вот. Да ты что, моя хорошая, я знаю. Эти твари еще в нашем метро мешаются постоянно. Будь моя воля, я бы их всех напалмом выжиг. Ублюдки. Господи, какие постройки. Вы посмотрите, грандиозные. То есть, вот, центр связи, да? В Д6 и там, и вот на Урале. И все просто в жопе вообще конкретной. Мама родная. Ушка, она сказала, да? Вниз, налево, ушка там горит. Ну, пой... Ну, пойдем. По одному, по одному, суки, по одному. Так. Тихо. Тихо, тихо ходит, свендер. Надо нам паука на всех перебить. Знаете, что я хочу? Я хочу зарядить фонарик. А у нас и так, ну, максимум. Ужигаем. Так. Ну, че, пошли вниз. Поняли. Движение. Ой, блядь, где он, где он, где он, где он? Получи, паскуда. Вот меня, че, бесило. Они всегда внезапно появляются. И подползают какой-нибудь со стороны жопы какой-нибудь. Типа прям в жопу, на ребят, залезть. Так. Здравствуйте, мистер скелет. Там он мертвый, походу, лежит. Паучок. Так. Скелетон. Главное, фонарь не гасить. Загасим фонарь, нам кранты. Нам капец. Так. Тут завал. Не пройти. И вон там, смотрите, вроде бы, можно, да, проскочить? А, нельзя, да? Чисто для пауков. ХД. Ты сюда ходи, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. Так. Кладушки. Тут мы вроде прошли. Чемоданчик. Что у нас тут? Здравствуйте. Гребаные ублюдки. Ой, опять эти дыры, из которых они лезут. Противень. Халатики. Хотел сказать, салатики. А что, все? Типа... Дальше-то некуда. Чего, блядь? Ну, компас говорит, что нам туда. А, вниз, наверно, да? Так, будем сжечь их. Гори, гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. Готов. Фонарик, кстати, мы, кстати, удачно, да, выбрали? Он далеко бьет. Успокоили мы, граждан, пауков. О! Можно зажечь свечку, и они к нам не подойдут. Гребаная паутина. Я всю тебя сожгу. Всяких пультов, мама родная, сколько всего. Кто-то хрукнул. Все, можно спокойно заводить. Сейчас мы им устроим экскурсию в Колумбарии. Тык, тык, запятали. Да будет свет, сказал монтёр. Слышу, слышу, Дамир. Гюль, меня чуть не подстрелила, думала, враги. Ха-ха-ха. Внимание. Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших показаний. Типа сейчас газ пустят. Ха-ха-ха. Слышал, Артём? Пускайте газ. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Так, куда нам дальше-то? О, заметочка. Прочитаем. Оставить панические настроения. Предсмертную записку полковника Маркова. сдать в архив с грифом совершенно секретно. Никто, кроме нас, не должен знать об этих приказах, фактически не имеющих силы, поскольку отдавших человек покончил с собой, не будучи готов нести за них ответственность. Директивы 01 придерживаются жестко полное радиомолчание. Война продолжается, и мы солдаты. Даже если мы решили последовать этим преступным приказам, у нас нет бойцов, нет подходящего транспорта. Преодолеть тысячу километров зараженной территории для личного состава – невыполнимая задача. Командующий центром спутниковой связи Каспий-1, подполковник РВ Новиков. Андрей, не наблюдаешь ли ты сходство фамилий? У нас на работе есть такой гражданин. Тоже. Ты, наверное, слышал. Да, Новиков. Ну, без обид, ему сказано, просто это совпадение фамилий. Совпадение? Не думаю. Так, наверное, он туда сейчас, да? Погнали. Да, господи, где-то паутину сжечь, сжечь. Я ее сжег. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Пи-и-и. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз прихануло, газ просачивается. Токсичный, что ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще раз он, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толпычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 0-1. Да. Ну же я не знаю, что тут делать-то. Понятно. Никому не поверили они. Да. Сколько нюансов. Опять Путина, да? Давайте зреним фонарь. Чтоб он прям сжег. Трясет-то как бляха-муха. Сейчас чувствую, мы начнем задыхаться. Чувачок лежит, ему уже явно лучше не станет. Господи, мы что-то глубоко спустились-то вообще. Артем, я попробую открыть нижний уровень. Так, где ты тиша была? Давай, Домирчик. Да, вот оно. Открывай! Две движущиеся цели. Здорово! Горите в аду! Оля, фу-ля-ля-ля-ля! Система вентиляции работает в статном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Засыпало, что ли? Давайте все изучим здесь тщательно. Сколько они здесь лежат, бедолаги. Горит паутина. Задолбала она меня. Где она, сука, меня бесит? Просто нахуй. Все к основному огоньку мигают. Все плохо. Что у нас? Все очень плохо. Я, я, я понимаю, что я жгу паутину, но она меня бесит, постреливает. Да все, к черту я. Вот, кстати, вентиляция работает. Я чувствую, сейчас он через эти вот вентиляции, через эти дырки, сейчас Тони да полезет. Так, сейчас карту оценим. Что за карта? Так, давайте смотрим. Короче, это, видать, куда ракеты, что ли, попали конкретно? Сюда. То есть, получается, сюда. Это у нас где-то Пакистан удар произошел. О, произошел удар. Ну, наверное, удар, либо это спутники, я не знаю. Ладушки, о ладушки. Пойдем вот в эту дверку, она открыта, единственная. О, мумия. Вы слышите это? Гребаные пауки. Только откус здесь, только песка-то, е-мое. Через сортиры. Ох, как приятно будет сейчас. А-а-а, датчик движения-то сработал. Ой-ой-ой, как трясет. Чувак в сортире сдох. Без ног, е-мое. Вибрация просто в гиппад отдает и прям самому так жутко немножко становится. Вообще, пауков этих не люблю. Неприятные, не такие. Не-е-е. Кто здесь в сортире сидит? Ну, тут хотя бы свет еще работает. Артем, связь рвется, ты слишком глубоко, но есть одна идея. Какая? И как? Ну как, Артем? Так, в общем, сфере тебе будет слышно. Согласен. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляцию. Смешно упомещать. Поищи вход там. Я тебя понял. Это вот и есть архив, наверное, да? Раскрутим, пацаны? Смотрите, там мне раскрутку предлагают в чатике. Ботик. Ну, что такое? Давай. Все, отлично. Пойдем. Сейчас будем как-то... Как-то шарить. Что-то делать. Здорово, мужик. Записка. Давайте прочитаем. Анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы. Но поскольку они седают на дне и мало взаимодействуют с экосистемой ниже по течению, экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Так. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенно благоприятный прогноз на десятилетие вперед. Если же вода прорвется, она принесет с собой тысячи тонн радиоактивного ила, после чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. 12 февраля 2018 года. То есть, все-таки у нас Каспий-то получается конкретно заражен радиацией, но при этом, если у нас шлюзы не будут открываться, радиация, естественно, точнее радиоактивный ил, он останется в самом Каспии на дне, и нам повезет, что дальше долина и все остальное не заразятся той самой радиацией. Ладно. Там вот какая-то дверь, давайте туда сначала зайдем. Какая-то женщина-ученый. Это, это, наверное, мать Гюль. Точно, ребят. Женщина. Да, это она. Отлично. Заработаем плюсик перед Гюль. Я думаю, нам сделать лучше вот так. Давайте послушаем. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в Апинаре, не может быть речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер заловится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаются вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются Пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люда голодает. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле. Доченька, неужели это кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Бедолага. Ну ладно, мы ей помогли. Все-таки мы нашли. Гюль нам, у нас будет что показать Гюль. И возможно мы ее какое-то расположение заслужим этим делом. И она возможно либо поедет с нами, либо может быть поможет еще в чем-то. О, начинается. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- на на изготовке фонарь конечно топ ждет клёво прям так я думаю нам себя каждый не нужен явно что-то уже есть ничего не понадобится мы пройдем а это кто был а не нравится да вот так вот горите в аду тихо 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 там что не свяжем еще один свежий дальше не пойдем надо сейчас пережечь спокойненько не все подойдут сейчас мы всех приждем все ему канты смотри уцелел опять свежий готовый ой 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 со второй стороны Где он? Вот он Сука, меня не так бесит, они с двух сторон лезут Вот, все-все-все, мы поймались Ну пузом-то повернись Сука, все Ооо Топчик Все, пойдем, завалили Они такие доебливые, блядь, пиздец Мешаются очень сильно И неприятные Что-то мне такое ощущение, где-то большой паукан сидит Так, утик Утик мы собрали Ну, прям напоминает все здания, как в Д-6 Ох, ебаный брат, все дохлые ребята Так, давайте тут все обширим А, вон, смотрите, 2000 10-й, 2019-й Архивы Так, нам надо 2018-й, да, какой-то? Так, убираем то, что нам надо А, 2019-й Все, ничего нету А где все карты-то? Ай, повезло Как в Д-6 реально спустились за документами? О, не в Д-6 А, библиотеку этого Имени Ленина Так, ну че, выходим тогда отсюда Полный атлас Получили ачивочку Новая заметка Пять лет с последнего сезона связи с командованием Пять лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание Ждать инструкции пайки сокращайтесь больше некуда И тем не менее запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету Рисурс техники и силы людей на исходе Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс Времени у нас осталось немного Экологическая обстановка снаружи ухудшается с каждым днем Спутниковый мониторинг позволяет заключать Что уровень радиоактивного заражения местности Превышает все спрогнозированные сценарии Пересчитать относительно чистые зоны в северном полушарии Можно по пальцам Ближайшие более чем в 2000 км от нас В служившейся обстановке Я не могу более нести ответственность за личный состав Последним моим приказом будут Нарушить директиву 0.1 Выйти на связь с правительственным комплексом в Ямонтау И потребовать дальнейших инструкций Соответствующих служившемуся положению Если в течение трех суток Таковые не будут получены Покинуть центр связи И пробиваться к ближайшей чистой зоне Это 2500 км И я не представляю как преодолеть И преодолеть в служившейся обстановке Однако добраться до единственного способа Обеспечить выживание личного состава На этом я слагаю себе полномочия Бывший командующий центром спутниковой связи Каспий-1 полковник Марков Ох полковник А в Ямонтау полный пиздец Просто был И там никакого не было правительства А просто были Гребаные людоеды Которые жрали друг друга Вот и все Можно послушать запись Теперь, когда у нас наконец есть снимки Всех крупнейших агломераций страны Очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов Ух, да, я нарисовала. Кто это пришел? Это я, я нарисовала. Вот. Какая ты молодец. Старший научный сотрудник Хакимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Юр. Нельзя сюда. Пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 0-1, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Вот так вот. Вот. Война уже произошла, все сдохли, надо еще удар нанести. Пиздец. Я в охуе. Не, нахуй, ребят. Вот я честно скажу. В пизду. Нахуй эти все войны, блять. Вот именно, а именно ядерную, нахуй. Любая война, блять, лучше, но не ядерную, ебаный ворот. Это пиздец. Люди просто, нахуй, туго жрать начинают. В пизду. Я надеюсь, этого никогда не произойдет. ВЫРУБАЙ! Вырубай! Что нам остается? Сейчас будет какой-нибудь, стоп-дол, кто-нибудь выскочит. Откуда он взялся? Двое лужей, блять. Господи, сколько их здесь. Они еще в песок закапываются, засранцы. Надо их сжечь и не подпускать близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, блин, вот неприятное такое ощущение, прям. Так, нахер. Будем отбиваться. У вас есть новые подписчики. Спасибо за подписку, дружище. У-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Здорово. Здорово, ребята. Здорово, здорово, здорово. Ай, как хорошо. На! На! на открывай грёбаный лифт поехали 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 в натуре на курорт я надеюсь нам у нас получилось свалить отсюда спасибо за подписку братишка 1925 тут она комок киль буль буль да не стреляй панцирь не пробьем надо выжигать их просто обязательно добавлю в друзья спасибо но нам наверно бежать надо бегом ой 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 вот так вот и бывает опять акшом пошел вперед 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 их тут слишком до хрена мужики залезаем ой мужики и дамы я хочу напал 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 ох мы с домиром прям сработались как-то у нас так что осталось ответить полковника на базу кстати тачку эту я пригнал она тут на причале к тачку лифт вообще работает весь бункер ведь в трещинах мама говорил его много чинила и остальное тоже держи спасибо тебе артем да на здоровье это тебе когда я маленький был отец дарит да мир говорил с вами девочка едет отдай ей пусть удачу ей принес это это к этому фляжка да почти весь если она был тут вы бы уже мертвый был думаю это наш шанс что-то изменить меня слушал как иди рассказываю когда вышел направо езжал там дорога в порт когда-то был а не должна быть где-то там свяжись не наверняка она нашла что-то интересное я останусь попробую выяснить побольше про этих нефтяников как узнаешь что полезное сразу свяжусь с базой добро кстати вот помните мы к этим воротам подходили скажи как получилось что здесь заправляет давайте послушаем не до свидания слушаем сам сам мунай байлер сказал работал на меня я защищать буду он согласился мунай байлер сказал почитал священный пламя он тоже согласился но тогда ведь у них и выбора не было сражался был выбор сражался и умирал но не ставал рад не все к этому готовы надо был готов я всегда готов потому и сражаешься одна для барон меня один хватит на убьешь ты его а дальше барон мертвый будет тогда буду продальше думать иди артём удачи пожелать беги пожалуй артём позже поговорим ребята я предлагаю на этом моменте наверно сохранится сохранится да так нам надо поезду будет вернуться как раз мы сейчас в последующий раз карту изучим давайте сохранимся в общем ребят спасибо за просмотр на все не закончим сегодня небольшой на стримчик получился ну просто я уже подустал я вроде пытаюсь как-то подержаться в сон просто дико coin спасибо что смотрели стрим в общем счет поздравляю вас уже с прошедшим парней поздравляю с прошедшим одним защитника отечества вот спасибо что смотрели стрим заходите подписывайтесь ставьте лукосы запись стрима выложу на youtube канал в общем всем удачи было приятно что вы все-таки посмотрели мой стрим так что спасибо ребят всего хорошо всем пока